В небольшом зале Центра досуга Дроздова вот уже более восьми лет проходят репетиции театральной студии «Волшебная страна». Именно их проект под названием «Война. Дети.нет» вошел в двадцатку подмосковных победителей первого конкурса президентского фонда культурных инициатив. Первый спектакль, который решила поставить актрисой режиссер Анна Сташкина, был по книге «У войны не женское лицо». Специально для него она набрала группу детей совершенно разного возраста – от семи до пятнадцати лет. Военная тема – это будет самое интересное, самое правильное. И то, на чем можно с ними учиться, можно искать какие-то общие точки соприкосновения, тот материал, на котором можно просто с ними говорить. После первой постановки было принято решение продолжить тему Великой Отечественной войны. Для юных участников студии эта работа стала особенно интересна, в частности, как актерский опыт. «Когда я рассказываю военные стихи, мне становится очень интересно, и я представляю себя точно так же, как и эта девочка в моем стихотворении «Дневник девочка-блокатница». Мне больше всего запомнился военный про девочку, играла возле дома, и про Брестскую крепость. Все спектакли, отдельные выступления, где юные актеры читают отрывки из различных произведений, а также видеоролики военной тематики, были объединены в общий проект под названием «Война. Дети.нет». Почему «нет»? Потому что речь идет о наших детях XXI века. Для них слово «нет» гораздо ближе, чем слово «война», к сожалению. И сейчас, на данный момент, в проекте семь спектаклей. Это спектакли, которые периодически играются, как репертуарные. Это один спектакль «Читка», «Невниканный франк», который идет почти четыре часа. Это чтецкий концерт «Дети говорят о войне», который был сделан в формате ДК онлайн. Анастасия занимается в студии три года. Девочка рассказывает, что особенно любит читать со сцены стихотворения и военные письма. Мне очень нравятся военные стихи, особенно про солдатов и про детей. И когда я рассказываю эти стихотворения про войну, то какие стихотворения я рассказываю так, что у людей эмоции на глазах, слезы появляются. И я понимаю, что я рассказываю все правильно. Младшая сестра Анастасии, девятилетняя Ксения, тоже решила освоить актерское мастерство. Я выбрала театральную студию, потому что здесь мы узнаем много нового. И здесь мы развиваем свою речь, можем хорошо в школе рассказывать стихотворения. В этом году руководитель студии Анна Асташкина решила подать заявку на участие в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. У нас есть столько материала, и так обидно, что мы вот в маленькой деревне, и никто об этом не знает, что возникло невероятное желание этим поделиться. Я на протяжении месяца писала этот грант. У меня дома все спрашивали, ты докторскую пишешь? Я говорю, нет, я пишу президентский грант, вот я прям сочиняю его. Хотя, собственно, сочинять ничего не надо было, потому что оно все есть. И вот, несколько дней назад стало известно, что проект в числе победителей. На президентский грант уже собираются приобрести звуковое и световое оборудование, а также костюмы и декорации. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.